псевдонимы или кто скрывается под маской бывают в жизни такие случаи когда человеку по важной причине необходимо скрыть свое подлинное имя тогда он заменяет его вымышленным использует так называемый псевдоним чаще всего говоря о псевдонимах исследователи имеют ввиду вымышленные имена писателей действительно литература основная сфера распространения псевдонимов зачем же нужен псевдоним почему авторов не устраивают их собственные имена и фамилии какие у них мотивы причины разнообразны одни вынуждены были держать свое имя в тайне из-за боязни преследований другие отказывались от своей фамилии из-за ее неблагозвучия общественное положение третьих не позволяло им открыто выступать на литературном поприще кто-то придал себе псевдоним потому что это было модно а кто-то из-за наличия однофамильцев чтобы не произошло путаницы можно привести большой список авторов чей псевдоним настолько вытеснил настоящую фамилию что читатели ее не знают а если и знают помогут мне сразу вспомнить имя писателя и так раскроем имена известных нам писателей леонид пантелеев русский писатель автор произведений республика шкит и рассказов для детей настоящее имя и фамилия еремеев алексей иванович годы гражданской войны он потерял родителей и в 1921 году попал в школу имени федора достоевского для беспризорников будучи в детском доме алексей отличался таким крутым нравом что получил прозвище ленька пантелеев по имени известного петроградского налетчика тех лет его вон и оставил в качестве литературного псевдонима демьян бедный или придворов эфим алексеевич русский и советский поэт написал большое количество басен песен частушек и стихотворений история возникновения его псевдонима следующие однажды поэт принес типографию стихотворения о демьяне бедном мужике вредном и следующий его приход работники типографии встретили возгласами демьян бедный идет это прозвище приросло придворову и стало впоследствии его псевдонимом кстати дядю поэта действительно бедного крестьянина с херсонщины звали демьяном демьян бедный стал одним из прототипов ивана бездомного в романе михаила булгакова мастер и маргарита александр green русский писатель автор романов алая паруса бегущая по волнам золотая цепь и других произведений псевдонимом писателя стало детское прозвище green так школе сократили длинную фамилию гриневский школе к александру ребята обращались коротко green одним из его детских прозвищ было green блин поэтому именно такой псевдоним он себе и выбрал особо не задумываясь я чувствую себя только грином и мне странным кажется когда кто-либо говорит гриневский это кто-то чужой мне даже его третья жена получила при смене своей фамилии паспорт на имя нины грин анна ахматова взяла фамилию прабабушки анне андреевне горенко русскому поэту будучи шальной 17-летней девчонкой пришло на ум взять себе псевдоним татарскую фамилию прабабушки происходившей от древнего рода хана ахмата позже анна ахматова вспоминала не потому пришло на ум взять себе псевдоним что папа узнав о моих стихах сказал не срами мое имя не надо мне твоего имени сказала она став великой анной ахматовой у саши черного псевдоним взятый самой плоти жизни нас было двое семье с именем александр писал сам поэт один брюнет другой блондин когда я еще не думал что из моей литературы что-нибудь выйдет я начал подписывать этим семейным прозвищем настоящая фамилия автора гликберг александр михайлович поэт сатирик сам про себя писал это ваш слуга покорный он зовется саша черный почему не знаю сам писатель андрей платонов очень любил своего отца от которого он унаследовал любовь к технике поэтому появился псевдоним образованный от имени отца платон настоящее имя писателя андрей платонович климентов у него было множество псевдонимов существует версия что псевдоним платонов прижился именно потому что так был подписан очерк который автор посвятил своему отцу кир булычев писатель фантаст доктор исторических наук востоковед свое настоящее имя писатель сохранял в тайне до 1982 года поскольку полагал что руководство института востоковедения где он работал не считает фантастику серьезным занятием и боялся что после раскрытия псевдонима будет уволен настоящее имя мажейка игорь всеволодович свои фантастические произведения он публиковал под псевдонимом кирилл булычев псевдоним был взят из имени жены киры девичьей фамилии матери писателя булычевой впоследствии имя кирилл на обложках книг стали писать сокращенно кир . а потом была сокращена и . так и получился известный сейчас кир булычев тем собакин или андрей викторович иванов писатель автор прозы и стихотворений для детей в андрея иванова очень много псевдонима появление псевдонима тим собакин писатель объяснял так когда я почувствовал что не сегодня завтра мои стихи могут опубликовать задумался над псевдонимом ничего путного мне в голову не приходило и вот 1 мая 1983 года случайно увидел по телевизору детский фильм по рассказам гайдара там конце мальчик стоит перед эскадроном худенький такой а командир торжественно за проявленное мужество и героизм объявляю благодарность григорию фамилия то у тебя как тот отвечает до собаки ними григорию собакину я сразу понял это мое особенно когда мама напомнила что я в год собаки родился к тому же люблю этих верных существ которые никогда не предают псевдонимы могут открыть любопытные страницы литературной жизни поведать об интересных событиях показать своеобразие судьбы человека